чего здравствуйте наши дорогие друзья красный день календаря а почему он у нас вообще теперь будет чаще намного потому что друзья мои приехала очередная посылочка от супермастера от профессионала от сергея семёновича трифонова приехала на приехал мой корпус для viva la cuba будем делать были как помните часы что это черное мясо черное дерево теперь будет у нас будем делать часы востоком фибию в черном корпусе не кухры мухры вот так что покажем корпус интересный хороший сегодня будет обзор на него и еще прислал сережа нам двое часов очень интересных с историей один одни часы это марияж на тему очень любимые многими также как вы допустим на панира и радиомир многие сейчас любят часы в стиле пилот так вот я расскажу историю вообще прародитель кто этих пилотов да вот марияжа этого и покажем эти часики они очень любопытные посмотрим на них и вторые часы это восток амфибия nvc 20 значит кастом от сергея трифонова значит ну переделанный довольно таки сильно с модернизацией и в механизме произошла модернизация интересное чего раньше никто не делал я покажу расскажу об этом но это мы разобьем чтобы не было очень долго и все в одну кучу не мешать будет три видео то есть сегодня будет на корпус в основном следующая будет на пилоты и потом на востоком фигу и еще в качестве анонса мы скорее всего сделаем новый плейлист по часам и он будет называться часы с ссср почему потому что мало того что сергей семёнович трифонов профессионал часовой мастер он еще очень увлеченный человек именно часами и у него есть коллекция часов которые произведены в ссср вот часовщик мастер до считает что часы ссср сделаны ссср очень хорошие он их коллекционирует также как и я потихонечку но я-то так сопли там буквально семечки у меня у него нормальная его сергей семёнович любезно будет нам предоставлять частями свою коллекцию чтобы мы делали обзоры на эти вот интересные часы которые были были сделаны великой стране будем о них рассказывать эти часовых заводах на часа будем видимо скорее всего по моделям то есть ну да допустим там ракета восток полет еще что-то по отдельности как то так то есть имейте в виду что будет такой плейлист так что вот вот такой вот анонсе а сейчас перед тем как начнем распаковывать нет давайте распакуем посмотрим и я вам кое-что покажу еще ну приехала быстро посылка сереже как всегда упаковался цивильно все-таки вещи у нас такие хрупкие все у нас пупырках в коробках я вам сейчас показывать не буду это интрига вот он наш корпус о котором сейчас мы поговорим вот они часы пилоты марияж очень хороший откладываем в сторону следующее видео а это восток амфибия нвч 20 откладываем в сторону не покажу вам сегодня все но все ребята и сейчас перед тем как посмотрим на корпус я вам вставлю маленькое видео как делался этот корпус для меня сергеем трифоновым и так друзья мои соло на контрабасе сергей семенович трифонов рашин федерейшн чебоксары с сити внимание на экран федерейшн чебоксары с северами 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 ПЕСНЯ Ну что, прикололо? Меня лично прикололо это видео. Очень стилистика и музыка, вообще шикарно. Здорово, Сергей, спасибо тебе за это видео. Оно просто великолепное. И твоя работа тоже очень великолепна. Давайте смотреть на работу. Други мои, вот он наш корпус. Это у нас 710 корпус. Восток-амфибия. И как вы видите, он у нас черный. Очень редко, даже я вообще, честно говоря, не видел ни у кого еще, хоть я состою в группе по востоку амфибии, черных корпусов я не видел еще. И вот, пожалуйста, давайте, значит, что у нас здесь. Здесь, Юрка, ты как-нибудь можешь нам его показывать? Вы видите, какая головочка? Значит, смотрите, что у нас здесь с корпусом. Он, естественно, весь у нас сделан, ну, как обычно, из нержавеющей стали. Далее с ним что произошло? Сергей применил к нему галтовку изначально. То есть сначала пескоструил, потом галтовка, а потом его, грубо говоря, грели, чуть ли не варили в химрастворах. Почему? Потому что вот этим средством, которое я применял для оборонения механизма, вот в этих часах, да, вот черный, как видите, нержавейку им не взять. Поэтому подобные вещи именно греются в химрастворах каких-то. Далее, вот вы видели на видео, как Сергей точил вот эту вот титановую головку для меня. Ну, и не только для меня, он такие делает, и делает с логотипами, ее расфокусирует, может покажет ее нам вообще, чтобы она красивенькая была. Головку, напоминаю, у нас изготовлена из титана, так же, как и бейзель, который Сергей нам сделал и присылал. Сейчас я вам покажу, как это будет все примерно выглядеть в комплекте. Далее. Ну, то есть, да, на фрезе, на токарном станке. Сергей у меня спрашивал, когда, говорит, какое тебе стекло поставить? Ну, естественно, я хотел сапфир. Да, все хотят сапфир вместо плекса. Но потом мы с ним подумали, и вот этот вот бейзель и большая головка не дали бы поставить другое стекло, ни минералку, ни сапфир, потому что, ну, не влезло бы все у нас. То есть, вот у нас бейзель от Сергея Трифонова, который сделан из титана, с супер-люминофором. Я уже показывал его, есть обзорчик, да. Сюда же мы будем внедрять с усиленным люминофором циферблат. Вива Лакуба, Вива Фидель Кастро, вот этот, да. И вот эти вот кастомные стрелочки от Сергея Трифонова. Вот так вот примерно все это будет выглядеть. Так что вот такие примерно у нас получатся часики. Ну, я временно на них прикупил вот такой вот ремень Зулу, да, под зелень, вот под эту. Но у меня на Алиэкспресс отложена одна очень интересная штука, тоже вороненая, которую мы вместо этого ремешка сюда внедрим. Но это будет отдельное видео, вы посмотрите. Вот, так что вот такой вот корпусок сделал нам Сережа Трифонов. Крышка обычная, остальное все необычное. Как-то вот так вот все это у нас выглядит. Черненькая, да, вороненая. Супер, опять же, под этот наш вороненый браслетик был марияжик у нас. Ну, видите, радиомер черный, но это ПВД покрытие, то есть это, грубо говоря, краска. А это уже совсем другая история. Это как воронение оружейное, ну, нормальное. Вот, друзья мои, смотрите. Я, как обычно, оставляю вам все ссылки на Сергея Трифонова, потому что там есть на что посмотреть. Значит, смотрите, вот, к примеру, сейчас звук потише сделаем. Какая-то музыка, ну, сталкер все-таки, да. Вот этот, в эти часы сталкер Сергей продал на ebay. То есть он, когда делает уникальные какие-то часы, он их продает на ebay. Имейте в виду, на ebay я ссылку оставлю. Также оставлю ссылку, вот, его страницы ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья. Здесь очень много интересного. Сергей всегда выкладывает в первую очередь сначала свои на рынке здесь, или в Фейсбуке. Ссылку тоже оставлю. А потом на продажу все это уходит. То есть заказать можно списываться с Сергеем здесь. Вот, написать сообщение. Добавьтесь в друзья. Дальше будет группа на, ну, ссылка на группу Сергея Трифонова. На мешок будет ссылка. Тоже там Сергей свои поделки продает. И комплектующие, стрелки, циферблаты, корпуса, всякое разное. Но готовые часы Сергей продает только через ebay. Либо как-то вот на заказ. Вот этот сталкер, человек купил на ebay. И тут же обиженные люди, которым не достались, они стали заказывать у Сергея уже в личной переписке. Мол, тоже такие хочу. Так что не стесняйтесь, добавляйтесь. Все, а мы ждем. Значит, следующее видео. Часы начнем делать, наверное, на той неделе, потому что у нас сейчас Юра засада на работе. Нужно поработать, а потом будем делать часики. Но видео на пилот и на восток МВЧ-20 мы снимем в ближайшие дни, завтра, послезавтра. И вас порадуем. Есть о чем. Кстати, МВЧ-20 я вам расскажу кровавую историю. Реально кровавую. И вот, прикинь. Мало о ней, кто знает, ну, не о том, как делались кровавые часы, а вообще предыстория создания спецподразделений военно-морского флота СССР, что сподвигло на это наше правительство. После чего, да, естественно, для спецподразделений делались именно такие часы, которые в продажу не поступали, а только их выдавали для спецподразделений. Для выполнения там под водой особых заданий. Очень интересно будет. Все, други мои, ждем видео, подписываемся на канал, идем к Сергею на странички, добавляемся к нему в друзья, в группы, на личную страницу. Посмотрите, есть очень много еще интересного. С вами были Юра и Юра. Здоровья вам про подсветания. Все, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok